вот он 16-клапанный двигатель все в основном они идут восьмиклапанные это вот 16-клапанный ладно отключаю и откручиваю генератор здесь у нас сзади разъемов нет у нас два болта и оба прикручены то есть две гайки на гайку у нас на 8 вторая гайка быстрее всего на 13 так точно на 13 придерживаю за провод чтоб не крутанула шпилька все генератор я отключил теперь я его откручиваю и снимаю головка на 10 снизу нам надо будет снять ролик до ролика мы еще доберемся у нас снизу под генератором головкой на 10 прикручен болт вот такой вот болт вкручивается он в этот кронштейн и все генератор можно снять генератор снимаем вот эту гайку накручиваем болт и немножко осаживаем чтобы потом при установке нам вот так вот не уложить его выглядит это вот так вот немножко его наживляем и потихонечку все гайка у нас ушла генератор нас теперь легко встанет теперь нам надо открутить натяжной ролик а чтоб его открутить снизу есть еще один болт два болта на 6 под шестигранник и снизу болт я его натягиваю и фиксирую в данном случае я его фиксирую сверлом вот здесь есть отверстие все я его зафиксировал теперь вот здесь до болта я смогу подобраться тесто смесь Головочка на 13. Вот видно, у нас сразу обводной ролик отвалился в сторону. Я думал, что он и натяжитель держит, натяжитель у нас шестигранник скрытый еще один. Под этим натяжителем получается. Наворотили. Ролики живые. У нас, в принципе, вот этот ролик даже можно до конца не откручивать. Теперь откручиваем кронштейн от головки, потому что он у нас совместно прикручен и к головке, и к блоку. Ну, сверху больше пока ничего не делаю. Поднимаю автомобиль. Защиту снял и снял здесь сбоку пластиковый пыльник, уже не стал показывать, здесь понакрутили саморезов всяких. Не то, что должно быть. Смазываю натяжитель гидроусилителя. Ремень слабый, гидрач наверняка проскакивал. Здесь еще с обратной стороны был тоже гидронатяжитель этого гидроусилителя. Пусть немножко покиснет, а также почищу и смажу на приемных штанах гидроусилителя, чтобы открутить от катализатора. Если открутиться, будет здорово. Ослабляю гидроусилитель. Ключик на 13. Ослабляю заднюю гайку. Ослабляю болт. Ослабляю болт. Ослабляю болт. Продолжение следует... Продолжение следует... И облазил двигатель снизу, и сзади, и спереди. И радиатора здесь видно только по бокам. И получается, надо снять вот этот патрубок, чтобы слить антифриз. Здесь краника нет ни на блоке, ни на радиаторе. Либо я его не нашел, либо его просто нет. Вот такая вот незадача. Хотя, что-то должно быть. Если кто знает, поделитесь для кругозора. Буду сливать сверху этот антифриз. Сейчас откручиваю головку на 15 см. Это нормально пошло. А вот это туго. Сейчас я ее разгоню. Не хочет. Все равно на туго. А вот это сначала. Глазу. Возьмите. А вот это надо. Я уже сделаю. А вот это нужно. А вот это надо. Я не хочу. Возьмите. Закусывает их все. Закусывает их. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ уже не лезет, на шестнадцать шестигранную взял, двенадцатигранная проскакивает. Ну да, шпильку я сохранил, а резьбу прогоню. Гайку расколол и все, смог выкрутить. И еще хотел показать, пока трешь-домнешь. Вот он щуп, я силиконом забрызгал, и теперь поднимаю его, трубку вверх выдергиваю. Шевелится, шевелится, выдернуть не могу, ладно, сверху выдерну. Ну что, остается мне открутить шкив коленвала. Головка на девятнадцать, откручу пистолетом, а затяну уже на пятой передаче. Шкив на шпонке. Откручиваю крышку, нижнюю пластиковую. Прилосить. Шевелится. Чистос. Музыка. Назад. Назад. Музыка. метки я выставлю уже когда я опущу мне мешать не будет ничего здесь еще хотел показать нужно открутить кронштейн который у нас держит вот этот кронштейн он держит у нас коллектор к блоку на коллекторе два болта на блоке один болт его тоже откручиваю головка на 13 на блоке я ослабляю а с коллектор и я откручиваю все а теперь под ним опускаем автомобиль поставил снизу тазик вот он патрубок хомут снял поднял ну а теперь его приподнимаю вместе с радиатором сейчас поддену крючком вот такой откуда крючок по трубке сдергивать обижал антифриз ладно пусть пока стекает выставляю метки